Дагестан 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 Для нас таким вот сюрпризом, как для исследователей, является обнаружение на Форзетсе. Вот на этой стороне мы видим завещание. То есть владелец данного Корана оставляет завещание своим детям. В данном случае, по прочтя его, мы понимаем, что у него было три сына, которым он в равных долях оставляет свое имущество. Прямо так и написаны имена и сколько денежных единиц оставляет он своим детям. Это издание очень хорошо было в ходу. То есть мы видим здесь следы каких-то бытовых хождений, мы с вами видим следы потоплений. Это издание написано от руки. Помимо всего прочего, бумага, если обратите внимание, здесь достаточно качественная, плотная бумага. Мы с вами говорим о ручной бумаге голландского производства. Выписана она, то есть Насхам. Здесь есть центральное, начальное и нижнее выделение именно в тексте. Здесь собрано около миллиона изданий, и фонд постоянно пополняется, а места для них все меньше и меньше. Помимо религиозных писаний в коллекции редких есть и книги 18-19 веков и даже современности. Все они хранятся в отдельном сейфе, и не просто так. Когда мы с вами говорим о чем-то редком, нельзя сказать, что только старая книга – это редкая книга. Новая книга, новое издание также может быть редким изданием. Книга может быть номерным экземпляром, она может иметь особенности. Вот я вам сейчас покажу. Вот это вот издание, вы поймете, о чем я говорю. Это издание имеет дарственную надпись. Когда мы видим ее, мы оценим ее внешне, в первую очередь. И далее уже погружаемся в ее содержательные особенности. В данном случае мы с вами первое, что видим, открывая вот эту книгу, это дарственная надпись. Это не просто дарственная надпись. Посмотрите, ее императорскому высочеству Евгении Максимилиановне, принцессе Альденбургской. Всепочтительнейшие приношения от автора. Ежедневно на национальную библиотеку в Дагестане посещают около 250 человек, чтобы погрузиться в книжный мир. Причем в основном это студенты и школьники, утверждают сотрудники. Наш отдел посещает самые разные люди, то есть люди разных профессий и разных возрастов. Меняются времена, меняется читатель. Но, по моему наблюдению, любовь к книге в обществе сохраняется. Хотя в век цифровых технологий, как сейчас говорят, книга утратила, мол, свое значение, как источник единственной информации. Да, может быть и так, но интерес к печатной книге сохраняется. И большинство наших читателей, конечно, это люди среднего возраста и молодого возраста. Сегодня Национальная библиотека имени Рассола Гамзатова представляет собой огромный комплекс, в который входят 24 отдела. И в каждом из них можно найти что-то увлекательное. Книги всегда были инструментом для мечтателей. Одни, погружаясь в полет, создавали невероятные истории, другие, погружаясь в чтение, совершали путешествия, не выходя из дома. Тамара Самедова, Шемиль Хирей Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. В секторе ГАЗа, бежавшие на границу с Египтом жители, нуждаются в чистой питьевой воде. Так благотворительный фонд «Инсан» организовал им подвоз. Палестинцы, проживающие в стихийном палаточном городке, выстроились в очередь. Дети и взрослые набирают канистры и бутыли для того, чтобы запастись. Чистая питьевая вода им крайне необходима. Это не первый акт помощи благотворительной организации, находящимся в зоне конфликта палестинцам. Слово «Инсан» уже на слуху у многих из них. Помощи от дагестанского фонда здесь ждут люди, бежавшие от обстрелов и авиабомбардировок. «Мы здесь живем в очень тяжелых условиях, но мы не хотим уезжать в другое место и не просим увезти нас отсюда. Хотя о том, как нам трудно, знает лишь Всевышний Аллах. Мы благодарны вам за помощь. Спасибо вам. Тот, кто не благодарен людям, тот не благодарен Аллаху». Секция бадминтона – еще одна опция, которая стала доступна в школе имени Ясупова. Руководство образовательного учреждения создает все условия, чтобы ребята развивались не только интеллектуально, но и физически. Школьники уже ознакомились с основными правилами игры, потренировались в технике подачи и силе удара. С подробностями Айша Тухаева ей слово. Они впервые держат в руках ракетку. Учащиеся школы имени Ясупова очень развиты в остальных видах спорта, но бадминтон для них игра новая. Несмотря на это, на прошедшем мастер-классе школьники показали достойную игру. «Играю первый раз. Очень хорошая игра. Я вообще все спортивные игры очень люблю. У меня нет таких больших планов, но я очень хочу научиться в него играть. Но, наверное, когда выезжаем, тоже было бы неплохо поиграть». «Я замечаю очень много талантовых детей в нашей школе, так как я еще веду тренерскую деятельность в гимнастике в этой школе. У нас очень много детей талантливых, занимают призовые места, и это не один, не два, не три. Мы постоянно, ежегодно участвуем в соревнованиях республиканских, в городских и занимаем призовые места». Секция по бадминтону будет функционировать при поддержке управления спорта, туризма и работы с молодежью. Первым делом такая инициатива была реализована в школе-интернате для детей-сирот в Махачкале. Руководство учреждения побывало на открытии секции, а также предоставило тренеров для школы имени Юсупова. «Обычно как женщина ходит в спортзал, чтобы заниматься, никакого спортзала не нужно, такой кардионагрузки, ну, нереальной, наверное, ни в каком спортзале нет. И вот профессионально, получается, два года занимаюсь, участвую в соревнованиях. Совсем недавно, второе место по Дагестану, последний, вот недавно проходил чемпионат, недавно назначили тренером. Буду тренировать детей. Здесь буду три раза в неделю, еще есть другие школы, где буду также тренировать детей». Федерация по бадминтону была зарегистрирована в Дагестане в 2023 году. На сегодня он стал третьим уроком физкультуры в 20 школах республики, в числе которых теперь и школа имени Юсупова. «Также благодарим президенту федерации бадминтона, бадминтона и тренеров за то, что вызывает наши ученики. Спасибо». Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Дагестанские боксеры стартовали с побед на чемпионате Европы, проходящем в Белграде. В столице Сербии в составе сборной России выступают трое воспитанников нашей школы бокса. Муслим Гаджи Магомедов выиграл уже два поединка, одолев соперников из Греции и Франции. Джамбулат Бижамо взял верх над представителем Грузии. Еще один наш спортсмен, чемпион мира, Шарабудина Таев, выйдет на ринг только завтра. Итоги чемпионата Европы подведут 28 апреля. Напомним, что в Белграде россияне выступают под флагом своей страны. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова